всем привет доброе утро я хочу в сегодняшнем видео немножечко с вами поболтать немножечко рассказать что-то о себе а в первую очередь я вас конечно же всех хочу поздравить с новым годом с новым счастьем успехов вам в этом году в 2021 конечно же здоровья и иметь рядом с собой любыми человек людей мне кажется это предложение не каждый раз говорю но это так я очень ценю когда мои близкие и родные рядом со мной ну а думаю сейчас начну немножечко себе о себе рассказывают зовут меня наташа и я уже более 20 лет живу в германии приехала в германию сколько мне там ну в таком школьном возрасте и здесь я тоже ходила в школу и закончила тут школу германии есть несколько направлений куда куда можно детей послать учиться есть ну я который только направление знали с конечно еще другие есть например зонташу ли гаупшу ли ряшу ли гимнасиум зонташу ли туда целое деда которые может быть это нет я не думаю что это какие-то дети с наклонениями мне кажется это дети которые может быть не по возрасту развиваются я так думаю это же не знаю туда это слайд потом есть еще гаупшу ли туда целое деток может который не очень любят учиться или может быть который не так сильно все это преуспевают все задания и да может быть у кого таланта нету к учебе потом есть реальшу ли я говорю это как бы ни рыба не мясо так но они уже как немножечко повыше потом есть гимназию когда я в германию приехала мы приехали в германию из киргизии жили мы в городе карабалта он раньше делился как бы на два региона там было такое вот как бы село называлась она калининская и такое вот это как бы городок ну или тоже село ну как бы под город такое село подделано она называлась под что почтовый почти всю жизнь я жила вот в этом селе калининска и буквально за пару лет может быть два года мы там прожили или полтора переехали уже вот в почтовый там мы жили в квартире а затем мы переехали в германию и начали тут нашу жизнь теперь опять возвращаюсь про школу я здесь пошла в школу и так как я не очень хорошо могла немецкий меня оставили на второй год мне это не помешало я думаю так как я в киргизии сильно рано пошла в школу тут я не самая взрослая была в школе так что этот год мне вообще никак не помешал и меня сразу послали учиться в реальшулю мои родители мне не хотели в другую школу отдавать так как мне учеба давалась легко как легко я училась хорошо в киргизии так и поэтому тоже учителя в германии увидели что у меня способности есть и поэтому меня отправили тоже в реальшуле но мне там надо было быстро подтянуть свой конечно же немецкий язык ну из абитуа его тут все и уже там учишься кто направлении в котором ты и дальше хочешь работать в абитуа и еще сто процентов не знаешь в какое направление ты хочешь например дальше идти или кем ты хочешь работать ну вот я закончила через два года фахабит авитюму и и Затем я пошла дальше учиться в университет. Ну, тут тоже в Германии есть два разных университета, университетов, которые без всякой практики, не надо там нигде работать. А есть университет, где надо тебе тоже практику делать. И я пошла в этот университет, где надо тоже практику делать. Я отучилась и закончила университет с дипломом. И теперь уже как, наверное, 9 лет, более 9 лет работаю по моей специальности. Я поменяла за эти 9 лет два работодателя. У первого я проработала 6,5 лет, ну, немножко больше, чем 6,5 года. И затем поменяла мою должность. Ну, и фирму, конечно же, поменяла. Ну, чтобы как себя сама, как человек, дальше немножко расти. Поэтому я поменяла свою должность и работодателя. Да, вот это про то, как я училась. Что я вам могу ещё рассказать? Так, могу ещё немножечко рассказать о семью. У меня есть мама, у меня есть папа, у меня есть младшая сестрёнка. Потом я уже 17 лет в отношениях. Мой молодой человек, он коренной немец. И поэтому, мне кажется, так как я уже почти 17 лет, так на двух языках разговариваю с родителем, конечно, на русском. А дома у нас всегда на немецком. И я замечаю, что мне русский язык более тяжелее даётся, чем, например, немецкий. Так как я везде только на немецком общаюсь, дома на русском. И мне кажется, вот эти слова, которые мы каждый день или каждый раз, когда с родителями увидимся, используем, они остаются. А новых слов мне как-то не хватает для русского разговора. И когда я первое видео снимала, я рассказывала, что я хочу русский язык немножечко прокорректировать. И я пытаюсь тоже мои видео пересматривать, смотреть, как моя речь становится. Так как я человек, который всегда любит учиться и над собой работать. И вот я уже заметила, как мои первые видео, это какие-то просто ужасные видео были. Я сама себя не узнавала. Ну, как я разговариваю, например, как я себя веду, я сама себя не узнавала. А теперь я более открыто становлюсь, кажется мне. Ну, конечно же, мне это ещё всё тяжело даётся. И что у меня ещё? Я просто забываю слова, когда я что-то рассказываю. У меня просто с головы это слово выходит. А потом, например, пару секунд позже или минутку позже это слово мне опять в голову приходит. Конечно, я не все знаю, например, там русские слова. Если я, например, телевизор смотрю, там такие слова уже в русской речи, которые... Я, конечно, знаю, что это слово обозначает, но я её никогда не использую в моём разговоре. Поэтому этот канал был тоже открыт, чтобы как бы себя немножечко в это направление улучшить, чтобы я научилась больше, лучше разговаривать на русском. Поэтому если вы слышите такие слова, как «штучка» или какие я ещё там слова говорю, то я, конечно, извиняюсь за эти слова. Я пытаюсь всегда потом смотреть, как это слово на русском называется и в следующем видео, конечно же, это слово использовать. Так что я не буду обижаться, наоборот, за, если вы меня будете поправлять, это для меня большой-большой плюс. Про вот это я тоже теперь рассказала. Потом я хотела ещё быстренько рассказать о моих целях на 21 год. Мне подарили на Рождество такой сертификат, который... Ну, это в Германии, если ты на определённой должности работаешь, на определённой работе, то тебе надо без конца показывать, что ты тоже дома, этому всему обучаешься. И, конечно же, что ты старое учил, например, когда учился, что ты это дальше улучшаешь. Есть тут разные курсы, и вот мне на Рождество один такой курс подарили, и я хочу этот курс закончить в 2021 году, чтобы у меня такой сертификат был, конечно же. Затем я хочу опять больше читать. Я раньше очень-очень много читала, а вот как уже, наверное, два или три года запросила читать. Вообще, если я одну книгу или, может быть, две книги в год прочитаю, то это много. А раньше у меня прям книги вот так вот, мне на день рождения или на Рождество вот такие вот пачки книг далили, и я их быстро перечитывала. Так что вот это моя вторая цель — больше читать. И третья цель я хотела с вами поделиться. Я хочу или я открыла свой новый канал. Этот канал только будет показывать мои рецепты, как я готовлю. Я его открыла. Если вот этот канал я открыла как хобби, как бы реализация своей персоны или просто чему-то подучиться, то второй канал я открываю, потому что я хочу немножечко, может быть, на втором канале заработать. Так как всем известно, что в Германии сейчас карантин по всему миру, и я уже как второй год, не второй год, второй месяц, извиняюсь, как уже второй месяц сижу на Коцарпэд. Если кому это слово не знакомо, я могу быстро объяснить. Это создано, чтобы работодатели не увольняли своих людей. Они остаются в фирме, но многие, например, не работают. Я уже как второй месяц не работаю. И я знаю, что моя фирма, где я сейчас работаю, что это для моей фирмы большой кризис, это ситуация. И я знаю, что меня так быстро назад не вернут, и я буду дальше продолжать дома сидеть. Но мне надо как-то деньги зарабатывать. Я всю свою жизнь, как я себя помню, даже с 9 лет я уже где-то начала работать. Но если вам интересно, я могу про это ещё одно видео сделать. И вот я решила пробовать второй канал реализовать, чтобы какой-то доход от него был. Так как мне тоже надо за всё платить. Тут в Германии жизнь не такая уж и тешёвая. И поэтому я не собираюсь сидеть на чьей-то шее. И хочу просто сама добиться, может быть, какую-то копеечку, может быть, на продукты, но с этого канала заработать. Так что я хотела бы вас попросить, если это вам не принесёт яжести, то поддержите меня, конечно, на моём канале и подпишитесь тоже. Это будут совсем короткие видео, где я просто что-то лёгкое готовлю, без всякого разговора, без ничего. А этот же канал, который у меня сейчас есть, это я его буду дальше продолжать вести, как я его и до сих пор вела. Потому что мне это очень нравится. Это как стало моим уже хобби. И я буду его также дальше продолжать вести. И, может быть, даже буду дальше выставлять какие-то рецепты, где я уже, например, с вами общаюсь и рассказываю что-то про эти рецепты или про эти блюда. Да, вот это была моя третья цель. Ну, не знаю, получится, не получится. Но, как я всегда говорю, кто не пробует, тот и не узнает, у него это получилось или не получилось. Так что посмотрим, что это с этого выйдет. А вот такой вот маленький рассказик обо мне. Если вам моё видео понравилось, то, конечно же, комментируйте моё видео. Если у вас ещё какие-то вопросы остались ко мне, то я очень буду рада, если вы будете эти вопросы в комментариях мне писать. И я попытаюсь собрать вот эти все вопросы и, может быть, снять даже ещё второе видео. Ну, конечно, если это будет вам интересно. А на сегодняшний день я буду с вами прощаться. Желаю вам всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok